доброго времени как меня видно слышно пожалуйста обозначить поставьте плюсики или восклицательные знаки чтобы я понимала что у меня видно слышно что связь хорошая пошли на вам все вижу там всех доброго времени пошли комментарии то теперь я вижу что связь есть к сожалению интернет у нас иногда оставляет желать лучшего но тем не менее будем стараться да чтобы вы меня услышали у нас сегодня важная тема впрочем как и всегда сегодня мы будем говорить о порчах пока люди присоединяются давайте знакомиться если такие которые первый раз стать и единички пишите откуда вы будем знакомиться буду зачитывать кто откуда кто присутствует в эфире доброго времени всех рада видеть слышать ну по вашим ником конечно же потому как вы общаетесь конечно же задавайте вопросы я вначале начну немножко говорить как бы сама немного освещу саму тему да будем говорить и не только о том как снять порчу да ну и о том как порча приобретать потому что на самом деле это очень важно как показала практика до из ваших вопросов почему в принципе созрела эта тема любая тема она созревает исходя из того насколько вы пишете в почте как активно вы пишете какие вопросы задаете именно те вопросы которые наиболее часто встречаются соответственно возникает и тема для прямого эфира вот как оказалось не все понимают вообще что такое порча как она снимается вообще что это такая за программа да и какие методы бывают воздействия да и соответственно ее снятия поэтому будем разбирать сегодня эту тему потому что это действительно очень серьезная программа программа очень страшно если скажем так ну взять ну может быть так вот ну лет 10 до образно назад скажем так порча была довольно таки редко это было много негатива но в основном это были там какие-то сглазы что-то такое но таких вот серьезных программ ну их не было потому что поставить порчу это действительно очень серьезно и не каждый это в общем то может сделать но скажем так с веком интернета до веком скажем доморощенных магов до кавычках очень многие стали практиковать кто-то имея силу кто-то не имея кто-то просто отдай-ка я попробую отдай-ка я поэкспериментирую там я не знаю на соседях на знакомых и так далее вот и бывает что ставится как раз такие программы причем даже человек сам не подозревает оказалось бы вот ни с кем не ругается ну как таковых явных врагов у него сильно ну нет ну есть понятно что по белой завистники какие-то да и так далее вот ну каких-то таких явных вражин ну вроде бы как нет но и тем не менее стоит вот по диагностике например да такая вот программа до стоит порча выходит но тут бывают вот такие случаи бывают еще случаи самопорчи мы эту тему тоже коснемся при каких обстоятельствах она возникает как она ставится да почему она именно выходит это тоже довольно таки частое явление в последнее время стало как это происходит происходит это из-за какой-то не знаю неосознанности невнимательности о том что люди думать не хотят где-то в каких-то моментах даже вплоть до того что даже не подозревают что что они именно делают то есть ну проявляют такие какие-то ошибки какие-то действия которые именно ставят вот такую негативную программу причем программа довольно таки серьезная до которую очень тяжело потом снять так сейчас смотрю по вашему комментарии опять что-то все убежала а вот пошли также посмотрим кто у нас присоединился кирбистан бишкек да кстати у меня помощники сегодня очень интересные я тоже них немножечко расскажу это вот такая вот демоница да но как для меня вы по ощущениям это больше вот как химера да вот ну каждый по-своему да все таки чувствует помощника вот я ее очень люблю она мне очень нравится такая вот ну близко мне вот по энергиям очень мощная сила от нее исходит ну и конечно же кошки я сама кошек обожаю в любых их проявлениях да это как и маленькие как домашнее животное да так и огромные хищники да то есть это и дикие там львы тигры рыси и так далее то есть вот это тоже мне очень близко вот эти энергии кошачьи они я их очень люблю и вот такой вот котик да магический помощник потом такого с крыльями смотрите здесь и символы присутствует на нем такой вот шикарный помощник который будет помогать вам абсолютно во всем вообще коты являются но многие знают да что это помощник ведьма и в домашних условиях кто держит дом кота должны знать ну кто-то уже знает конечно же так кто-то нет но коты они очень тонко чувствуют и видят не только чувствует но и видят и взаимодействует что самое главное сущими а сущими с бесами да вот вот такими вот особенно с негативными они очень сильно их ну скажем так умеют нейтрализовывать потому что когда в доме находится ну кошка или кот здесь уже можно скажем так быть уверенным может быть и на сто процентов до смотря у кого какой дом что у коты будут защищать ваш ну именно пространство потому что все таки они считают что это не ваше пространство а их пространство и вы у них живете ну да это так и они заботятся о вас они считают что вы как бы их не подопечные они хозяева поэтому они будут защищать свое пространство и будут без беспокоиться да и заботиться о тех кто живет на этой территории и как я уже сказала они действительно видят сущие особенно кто негативные они будут с ними взаимодействие то есть они будут либо пытаться с ними договориться чтобы они ушли прогнать их как-то но если что-то не получается ну то есть если сущие оказывается намного сильнее в таком случае коты они забирают их на себя то есть они перетягивают его на себя и они уходят в этом случае к сожалению как раз случается такой момент когда ваши питомцы вдруг внезапно умирают либо просто пропадают да то есть ну куда-то уходит убегает но они вот именно таким образом они уводят вот эту сущ или какая-то программа если была она введена дом на человека кто там живет они вот ее забирают перетягивая на себя если сами справиться с ней не могут и вот таким образом они уходят это вот такой вот замечательный помощника имея думающий вот такого духа да они у нас есть вот такие большие коты есть немножечко поменьше то есть каждый подбирает по своим ощущениям да как и больше нравится них разные виды есть шикарный помощник ну и вот тоже химира моя любимая которая будет помогать абсолютно во всем да вы знаете что химира она как перевоплощается она может перевоплотиться абсолютно в любой образ и это еще своего рода такой вот как оборотень да когда вам нужно что-то при каких-то обстоятельствах быть одной другой там или третий вот как раз химира в этом прекрасно тоже помогает окно это помощника когда возвращаемся к нашей теме так сейчас посмотрим кто у нас еще присоединился германия вот есть кто первый раз у нас так english вопрос не пойму то ли это кто-то на английском что-то пытается написать то ли кто-то англоязычный нам присоединился но эфир у нас на русском языке так доброго времени доброго всем доброго да у кого-то день у кого-то уже вечер возможно кого-то утром приморский край крым ялта доброго времени германия саратовская область ингельс краснодар татарстан вот сегодня у нас очень много людей абсолютно из разных стран привет с украины так ну что мы продолжаем пока еще люди присоединяются значит порчи до возвращаемся к теме порчи значит порча очень серьезная негативная программа как я уже сказала и действительно снять ее бывает очень и очень тяжело почему она снимается очень тяжело это не просто какой-то сглаз это не просто какой-то негатив который кто-то может быть на вас там наслал да что там какими-то поступками или какими-то действиями то есть порча она каким образом человек да у него есть но свой кокон свое поле ну и аура да как многие говорят вот и когда негативная программа они просто так ну как вот ну как горошины да скажем так они будут ослабевают ослабевают поле порчи же она цепляется на ваше поле она просто так не отскочит особенно если порчи кто-то насылает да то есть если это ну специально да скажем так программа сделано что чаще всего конечно и бывает но я бы сказала даже процентов на 40 да потому что большая часть сейчас идет еще и саму порчи да я расскажу об этом подробнее порча она цепляется на кокон и она будет висеть пока не пролезет вас поэтому порчу нужно обязательно снимать такая программа никуда сама не денется и скажем так просто почиститься до сказать что я чистилась тогда этом соль вы почистилась этом долго-то сделала да там я себя там огнем почистил там ли ножом что-то поотсекала нет порча таким образом не снимается да вы снимаете какие-то негативные программы да возможно вы снимете ту разрушительную программу которая порча уже нанесла да ну вот она же действует все равно в любом случае кстати порча если даже она не всегда может действовать именно на то на что она направлялась ну например порча на отношения да кто-то сделал ну может быть кто-то из соперников да например или ну кому-то вы перешли дорогу и кто-то пожелал вам зла навели на вас порчи может быть на деньги дали еще на что-то но у вас например эта сторона сильная но есть слабость по здоровью вот кстати порчи она начнет искать слабое место она в первую очередь тогда пробьет именно вашу слабую эхилесову пету да пробьет именно там где у вас слабое место чтобы пролезть и уже когда она пролазит она начинает разрушать уже все остальное ну и уже начинает конечно же воздействовать на то на что было на более всего направлено да то есть ну изначально какая программа была поставлена поэтому порча она разрушает не только именно ту сферу жизни на которую была направлена но и абсолютно все то есть она начинает если ее вовремя не убирать она начинает действовать уже и на все сферы жизни человека и вплоть до того что если вообще с этим ничего не делает да это может перейти и в родовую порчу то есть она уже может пойти по роду это уже серьезнее да это родовуха уже идет это тоже порчи которая сидит в роду и влияет не только уже на одного человека на которого она была сделана она уже начинает влиять на весь род и те последствия которые она посылает они уже будут отражаться и на всех потомках которые ну то есть на всех людей которые находятся в роду вот это уже намного серьезнее сюда это уже тоже как бы порча но снимается она уже по другому что же касается самостоятельного снятия порчи до возвращаемся как бы к нашей теме попробуйте но насколько хватит у вас сил на самом деле я очень сильно сомневаюсь потому что порча это очень серьезная программа да вы можете почиститься вы снимите какую-то часть да как я уже сказала здесь опять-таки нужна еще и диагностика до чтобы понимать что это действительно порча и порча на что она была поставлена потому что когда снимается эта программа нужно понимать что именно вы снимаете это действительно очень важно то есть это может быть и родовуха это порча например на отношения может быть это порча была сделана на деньги да на богатство может быть на здоровье да чтобы человек постоянно болел да и у него было все плохо ну то есть это абсолютно на любую сферу до жизни может сделано быть может быть еще на какие-то да именно у человека ну где у него скажем так ну скажем так предмет зависти да возможно у кого-то был вот человек вот обзавидовался скажем тогда полностью весь и решил что вот у кого-то есть у меня нету пойду-ка я наведу на него порчу к сожалению такие люди у нас особой добротой не пользуются и такое тоже бывает вот и как говорится наводится порчи направо и налево другой вопрос как она ляжет это порча да она может на человека не лечь потому что у него защита мощная стоит ну скажем так какой-то негатив да все равно может пойти поэтому очень важно именно диагностировать чтобы понимать что это действительно у человека порча и снимается уже именно порча не просто идет чистка каких-то негативных программ а именно снятия порчи то есть тогда снимается вот и все остальное потому что если у вас например порча а вы делаете скажем так профилактическую какую-то чистку до которой вы постоянно так там чистки нужно делать постоянно что касается чистки защиты это нужно делать примерно раз в сезон при условии что ну как бы вы постоянно видите какой-то ну может быть активный образ жизни да где-то с кем-то сталкиваетесь все-таки мы живем не в вакууме да мы в социуме мы общаемся с людьми и постоянно где-то что-то хватаем что-то приносится домой что-то остается за порогом но тем не менее мы постоянно с чем-то взаимодействуем с чем-то или с кем-то и это конечно же безусловно влияет и на нас поэтому такие программы да они ложатся и когда вы снимаете у вас получается что у вас например порча да то серьезная программа у вас получается принцип скошенной травы да вот говорить о ее почистился я почистился откуда же она взялась вот она может так взяться что ну вот трава да значит вы чистку сделали вы траву скосили стало временно хорошо все прекрасно у вас пошли улучшения но трава снова поднимается ну вот грубо говоря порча это как раз вот эти корни да и корни нужно убирать то есть такой вот ну как бы наглядный пример чтобы было прям совсем понятно уже как бы для всех и как раз нужно именно корень вырвать да то есть мы снимаем порчу мы вырываем вот этот корень да и снимаются уже естественно вот эти все воздействия уже когда вы делаете последующие чистки да ну скажем так бытового уровня на бытовом уровне которые может делать абсолютно каждый человек не только может на и должен вот уже будет сниматься вот то уже воздействия какие-то ну скажем так ну мелкие такие да неприятности они уже будут легко сниматься убираться и на вас не будут оказывать никакого влияния и ну и безусловно конечно же нужно и ставить защиты об этом тоже нужно не забывать немного еще коснусь так сейчас посмотрим что у нас по комментариям если какие вопросы немного коснусь еще то что чаще всего задается по вопросам например такой вот ну из частых вопросов если я снимаю родовуху себя значит ли это что больше там ну там мужу детям там еще кому-то чистки делать не нужно смотрите что получается до родовуху вы сняли вы убрали причину но если у вас долго эта причина была она же оказывала негативное влияние то есть грубо говоря ну скажем так вот все члены семьи да вот разлили банку краски скажем так вот в квартире до комнате например разлили банку краски вот банка краски это ну грубо говоря родовуха вот она разбрызгалась разляпалась абсолютно на всех ну вы как допустим хозяйка банку это убрали вы ее сняли пошли помылись все себя убрали все хорошо краска больше не брызгает грязь больше не летит все хорошо все чисто вы программу убрали но вот эти вот ляпки вот эти вот капли до которые попали уже на других их же тоже нужно убирать то есть здесь уже нужно дочищать поэтому здесь важно очень да опять-таки возвращаясь в диагностике да нужно обязательно диагностировать то есть дальше глуши по семье не родовуху снимаете да с родом конечно же нужно работать абсолютно всем и чем больше людей семье вашем роду взаимодействует с родом до проводит какие-то ритуалы например на чистку наславление на усиление своего рода до помина делу тем лучше потому что ну тоже как бы чем больше вот это взаимодействие идете сильнее становится ваш рот чем сильнее становится ваш рот тем больше он вам может дать может поделиться своими ресурсами своей мудростью своими знаниями своими богатствами да то что в роду было он начинает вам помогать подсказывать защищать по что здесь получается вот ну как две руки да ваша вот это вы например и ваш рот а вы хотите руку помыть руки помыть да моете одну руку да вот пополоскали вы как-то да что-то снилось вторую то же самое но если вы начинаете вместе ее мыть у вас тогда обе руки будут чистые то же самое вот здесь получается именно взаимодействие помогая роду стать сильнее рот еще больше дает вам то есть и вот это взаимодействие должно быть постоянно поэтому вот здесь вот именно такая работа проводится с родом значит как я уже сказала да если снимается родовуха можно снять ну для начала но в любом случае нужна дополнительная диагностика да можно снять как бы с одного человека но остальные членов семьи желательно тоже почищать потому что вот эта грязь вот это воздействие которое сама вот эта порча она уже запустила она влияет конечно же на других людей и снимая порчу с рода вот эти скажем так остаточные да вот эти вот эффекты которые уже влияют их же тоже нужно убирать вот это нужно тоже обязательно понимать потому что ну скажем так одним ритуалом никогда полностью ситуация не исправится всегда нужно подходить абсолютно к любой проблеме комплексно нужно найти причину почему в первую очередь да это произошло и откуда чтобы вырвать вот этот корень уже дальше вот дочистить убрать все плохое да и по принципу свято место пусто не бывает затем уже делается наполнение то есть уже делаются обряды ритуалы на то чтобы привлечь свою жизнь хорошие те блага то что вы хотите да чтобы у вас все было в жизни хорошо ну и конечно же защиты да их много не бывает они должны быть их много они должны быть разные а вот значит только что касается родовухи до родовой порчи потом есть еще такое тоже очень часто задают вопросы когда мы говорим например о о какой-то порчи до которые опять таки на негативная программа да вот связанная с религиозным каким-то эгрегором да что-то у того на религию когда идет и тоже часто задают вопросы а я прошла крошение да я прошла крошение значит на меня это уже не влияет вот такие вопросы тоже задают очень часто я хочу сказать что да вы когда крошение проводите вы снимаете религиозные печати но опять-таки ту программу которая уже на вас легла крошение не снимает то есть последующие ну скажем так само воздействие религий на вас уже оказываться не будет но то что уже было его же нужно убирать вам чистку никто не делает вам проводят обряд крошение снятия религиозных печати то есть снятие воздействия на вас религии это как вас вытаскивают до вырывают вот из лона религию чтобы негативные программы которые присутствуют в религии да вот какие программы это программа на бедность программа страданий программа то чтобы человек постоянно болел потому что у них так принято да что через болезни через страдания они получают какие-то блага вот непонятно какие конечно потому что как правило больше забирают чем что-то дают опять-таки это привязки к алкоголю да потому что это опять-таки тоже причастие которое делается это делается на вине это привязка к алкоголю и очень часто именно человек не может справиться религиозный кстати да когда вот увешаны весь иконами молится молится на толку оттуда никакого нет потому что здесь идет именно привязка привязка через алкоголь а вот тоже вот очень сложно бывает с этим справиться поэтому да это нужно дополнительно делать до крошение помогает провести последующую работу и добиться результата ну практически стопроцентного особенно когда человек желает от этого избавиться да опять таки это те же весы это тот же алкоголь это какие-то другие программы когда человек не хочет страдать хочет быть богатым хочет быть здоровым счастливым быть любимым потому что религия к сожалению она это запрещает если вы находитесь религия и ну хотите быть счастливым это у вас идет конфликт интересов то есть этого не будет поэтому это и грех тот же самый дал когда вы пытаетесь что-то сделать что-то улучшить и потом идете допустим ставите свечку в церкви и просите помощи это опять же таки у них то есть у вас идет конфликт интересов потому что религия это запрещает и получается что вы еще больше вредите себе вот это тоже нужно понимать что да когда вы проходите обряд крошения конечно же чистки нужно делать они то есть сам обряд он не снимает те программы которые на вас были ранее наложены вот да потом уже религия влиять не будет но то что уже легло ему конечно же нужно убирать так вот пишет что что-то тормозит но думаю что все таки хорошо до помощники замечательно пишут что у кого-то кошка с рогами код с рогами до их много они разными если шляпе с рогами с крыльями каждый выбирает для себя то что ему близко тоже очень люблю который не знаю мне кажется нет ни одной ведьмы которая бы не любила кошек или готов очень люблю кошек и собак италия на связи с нами так супер не знала про готов нужно приобрести помощника такого котика да кстати посмотрите на сайте есть на сайте кудеса чудеса и в косом переулке они есть разных размеров как я уже сказала они есть небольшие вы примерно вот такого вот размера ну да с ладошку где-то может чуть больше есть вот такие даже вот еще побольше немножко есть разных размеров они разные разных видов то есть разная символика да вот смотрите вот здесь вот пентаграмма там есть еще что-то вот с какими-то знаками символами вы тоже есть с рогами да с крыльями без крыльев есть шляпе такой вот магический код такой помощник кстати для деток тоже очень шикарно можно подобрать такого помощника тоже будет деткам но вообще дети на самом деле очень любят животных если вы допустим такого помощника вы детям не возьмете это уже для именно практиков больше то вот например котика может и ребенок выбрать то есть он тоже будет ему помогать защищать его да и какие-то ну для приобретения можно даже чего-то да как помощник как защитник а может быть даже как-то тему доход это такие вот животные которые постоянно с нашим общение это не какие-то вот там дикие да где вот ну это хорошо да хищники они шикарно помогают они тоже какие-то свойства да нам дают вот но те которые находятся рядом с нами да вот в постоянном таком вот общении они ну немножко так скажем так поближе вот поэтому бывает так что и такая связь она намного ну что ли ближе теплее да поэтому дети больше вот как бы снимется ему действует вот подумайте как я уже сказала да защитного не бывает и тотемов тем более кто же будет может быть очень много так я пути на связи киев с разных с разных сторон мимонтика совсем рядышком забайкальский край привет из вильнюса да вот смотрите мы сможем купили дом лет десять назад я привезла с собой своего кота месяца через три он пришел домой и умер на моих руках потом я приобрела такого же рыжего котенка он тоже вскоре погиб нужно обязательно смотреть что в доме скорее всего что в доме есть какая-то возможно даже негативная сущь может быть ну в общем надо смотреть тем более если это собственный дом да нужно смотреть еще и участок может быть что-то в земле что-то сама земля можно плохо может быть в доме что-то есть обязательно сделайте диагностику почистите дом посмотреть здесь вот но сто процентов да вот когда погибают домашние животные причем часто и постоянно да вот так вот идет за короткий промежуток времени говорит о том что ну что-то не справляются они что-то там очень серьезно и не нужна помощь и сне обязательно сделайте диагностику посмотрите что в доме происходит доме и на самом участке нужно сколько я понимаю у вас там еще участок есть это может быть и на земле может быть земля плохая может быть в самом доме что-то так негатив в мыслях или словах матери посланных в адрес дочери тоже считается порчи это проклятие на это снятие это нужно снимать родительское проклятие да это порча проклятье это ну как бы и серии тоже как бы такое это тоже очень серьезно это тоже влияние народ идет этой серии ну как бородовухи потому что это ложится народ то есть родительское проклятье неважно мамы или отца она ложится не только на того человека на которого проклинают но и на весь род может ну если это не снять да это может пойти воздействие и на весь род уже на всех и на ваших детей то есть ну и на потомка всех это очень серьезная и очень плохая программа это нужно срочно снимать даже если родитель потом раскаялся данный понимает что он наделал скажем так беду большую до что такое ну бывает такое сердцах что-то брошено что-то сказано с какой-то обиды какое-то проклятие посылается да я имею со стороны родителей когда это ложится очень сильно потому что это идет по родам и просто потом раскаившись и сказать там прости меня там ну доченька на например или сынок вот я вот ну это вот я сердцах сказала тогда я так на самом деле не думаю и так далее и тому подобное нет программа запущена слово было сказано материнское слово она очень мощно и программу нужно обязательно снимать и самостоятельно такую программу практически невозможно снять нужна помощь именно ведьмы чтобы убирать вот эту программу и конечно же дополнительно еще работать с водом так продолжение после погиб еще один котенок больше рыжих не брала у меня было четыре кошки на течение двух лет они исчезли кроме одной она пришла домой избитая но выжила но это вот смотрите вот опять-таки договорился когда за короткий промежуток времени у вас смотрите 4 кошки погибли было это что-то в доме это что-то такое плохое но вот это вот которая пришла и да она вот несмотря на то что вот она избитая она пришла вам как помощником если она выжила да вот несмотря на свое состояние это скорее всего что вам силы кого-то послали в помощь а может быть даже ну скажем так души тех котов которые у вас были да они призвали кого-то на помощь чтобы вам помочь но в любом случае обязательно сделайте диагностику посмотреть нужно обязательно смотреть что в доме происходит в доме на участке и сделать диагностику и чистку обязательно так как часто чистится нужно смотрите тоже такой интересный вопрос и я уже коснулась до этой темы чиститься нужно приблизительно где-то раз в сезон это при условии что у вас все нормально вы себя хорошо чувствуете и ну скажем так нет постоянно какого-то конфликта каких-то ну вражин которые вы знаете да что кто-то постоянно на вас что-то делает если такой момент присутствует да можно чиститься и чаще например там нужно трасс месяц но можно делать диагностику заказываете диагностику дополнительно да и смотрите да например вот диагностика негатива то смотрится что и как но именно как для самостоятельно когда практики да даже если вы чувствуете что все хорошо все прекрасно примерно раз в сезон нужно делать чистку и ставить защиту то есть вот эти вас два ритуала нужно проводить постоянно даже все прекрасно все хорошо но есть такое понятие как нет предела совершенству если вы не хотите потерять то что у вас хорошо значит нужно снимать вот этот вот наносной негатив который ну в принципе пространство присутствует постоянно дам его где-то носим где-то с собой хватает где-то может быть даже через знакомых через друзей через коллег может быть по работе в магазине да можно подцепить да где угодно даже просто вы смотрите телевизор какие-то новости я не знаю что-то читаете может быть о каких-то катастрофах что-то переживаете вот мы человек очень сочувствуем да и все через себя вот прокачивает вот это все вот это она все оседает по чуть-чуть по чуть-чуть но она все оседает на самом деле очень плохо поэтому периодически чистки конечно же нужно делать примерно раз в сезон стабильно а но если вы чувствуете что что-то не так то лучше заказать тогда диагностику и возможно дело чаще так сколько стоит диагностика по фото диагностика бывает разная есть просто определение негатива расклад это стоит 500 рублей а можно заказать консультацию и на консультации посмотреть абсолютно все по любым вашим вопросам что вас интересует и уже более глубокую такую диагностику сделать есть разные диагностики на наличие сущие веса есть диагностики например ну это раскладами да все делается то есть просматривается например как относится к вам окружающие да тоже можно посмотреть какое влияние на вас оказывают люди которые находятся рядом с вами исходя из этого уже до понимаете вы более уже не просто когда посмотрели что есть или нету что-то да и примерно что а уже более глубина более конкретного есть разные расклады на определение тех или иных каких-то программ можно посмотреть как бы в целом да просто так вот образно немножко можно углубиться на каждую какую-то отдельную часть диагностику лучше пройти в живую все равно можно по фотографии можно живую как вам больше нравится и так и так диагностика будет правильно и это не влияет скажем так на ее качество просто кто-то предпочитает больше именно ну как бы в живую с мастером общаться до либо по скайпу кому-то достаточно просто да могут прислать фотографию заказать услугу и мастер посмотрит что у человека есть так здравствуйте здравствуйте так что-то виснет нормальная связь но видите у всех по разному да вот у меня классный вид даже в ночи нравится так божена то есть родовуха может лично весь рот только из-за того что кто-то из родственников предыдущем поколении вовремя ее не снял ну не то что кто-то да действительно ложится на весь род на то она ему поэтому называется народовуха не просто порча которая лежит на определенном человеке то есть до нанеслась ну скажем так кто-то нанес порчу ну и люди живут дальше принимали это да ну это почему вот именно в родах да это так пошло очень часто да вот сталкиваются с тем это опять-таки это и влияние религии так что-то я без свечей встаю посижу и люди как бы начинают к чему-то привыкать да кто-то скажет вот на все воля божья вот ну все так живут и я так живу ну что-то вот случилось ну там с волей божьей там что-то исправиться и так далее и тому подобное но ничего не исправляется да становится только хуже как правило и что происходит порча начинает укореняться она укореняется укореняется остается остается и дальше начинает влиять уже не только на самого человека но и на членов семьи но бывает что порчу наводят и народ не только на человека а именно народ на уничтожение рода это тоже до выхода конечно же просто сумка какая программа есть которая была поставлена на человека и уже начала влиять то есть когда человек уходит не всегда уходят с ним все скажем тайбеды и программы очень часто они остаются именно роду смотря какая была программа насколько мощно и насколько кассивная и на что она была сделана поэтому опять-таки да я возвращаюсь к тому что обязательно нужно делать диагностику нужно смотреть что именно происходило нужно искать корень нужно искать причину того что почему да так произошло откуда это взялось и уже и конечно же снимать и убирать так многие считают что украшение все при все снимает нет к сожалению да это действительно так многие думают что одним каким-то ритуалом или одним обрядом все 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 прям снимется и все вот по вономению волшебные палочки да вот я буду белая пушистая и вот уже больше никогда ко мне ничего не пристанет к сожалению нет и здесь опять таки да вот мы возвращаемся как раз к теме да вот самопорча я хотела да еще рассказать что происходит очень часто люди являются скажем так сами причиной того что у них жизни происходит что это может быть самая банальная и самая распространенная самопорча это то что люди говорят это вот такие вот фразы и слова паразиты когда люди сами ставят себе такую вот негативную программу когда постоянно сидят вот вот у меня ничего нет у меня ничего не будет у меня ничего не получится вот все плохо все плохо вот сидит вот он страдает без для того чтобы что-то делать сидит страдает и постоянно вот это все у себя вы прокручивает прокручивает прожевывать прожевывать что вы делаете грубо говоря все что вы говорите вы запускаете вот эту программу в пространство и естественно это происходит потому что вы это притягиваете Опять-таки, очень распространенная фраза «ничего себе». Как правило, эту фразу говорят еще и в эмоциональном порыве. Не просто там что-то сказали, страдая там где-то, а именно в таком «ой, вот прям вот так, вот так». Не хочу говорить эти фразы, но все мы прекрасны с нами, многие их употребляют, к сожалению. Когда говорятся такие вещи, особенно при таких вот эмоциях, они срабатывают намного сильнее. Что вы делаете? Опять-таки, вы себе ставите программу, что вам ничего не надо. Вы ничего не хотите. И несмотря на то, что вы пытаетесь, может быть, даже провести какие-то ритуалы, что-то сделать, но, тем не менее, вы постоянно произносите такую фразу, вы как бы даете в пространство установку, что вам, несмотря на то, что вы просите, этого не надо. То есть, и пространство считывает это таким вот образом, что вам действительно ничего не надо. Поэтому всегда думайте, что вы говорите и что вы делаете. Это на самом деле очень важно. Здесь вот хочется сказать, что, да, вот такая вот фраза, как бы она ни звучала, вот нужно фильтровать, да, фильтровать свою речь. Обязательно, вот, ну, осознанно, да, поначалу это может быть тяжело, потому что, ну, такие вот слова или фразы-паразиты, они постоянно вертятся на языке. Они очень часто проскакивают. И даже если, ну, они неосознанно, да, у вас проскакивают. Даже если вы вот стараетесь где-то что-то как-то говорить, а потом где-то, раз, хлоп, она у вас выскочила. Вот, старайтесь как-то сразу ее перекрутить. Да, вот, нет, все мне, все мне, все мне, да, там, как бы, да, вот, все хорошо, мне больше, больше всего, всего мне побольше, да, вот, как бы, ну, таким вот образом сразу перекручиваете. Да, или вот такое слово, как достаток. Одно время оно было очень распространено, да, и, как бы, считалось, ну, таким вот, как бы, хорошим словом, да, как бы, что оно дает, как бы, ну, там, какие-то богатства, там, благополучия и так далее. Но на самом деле, ну, нужно, как бы, тоже еще изучать, да, вот, то есть, как бы, русский, великий русский язык, да, он говорит сам за себя. То есть, и слово «достаток», он говорит о том, что вам достаточно. То есть, больше вам не надо. То есть, то, что есть, этого и хватит. И неважно, сколько это есть. Одна крупинка или мешок. Вот сколько у вас есть на этот момент, когда вы говорите это слово, столько вам и хватит. То есть, опять-таки, вы запускаете программу того, что вам больше не надо. А человек должен всегда стремиться к тому, что ему нужно больше, да, как я уже говорила, нет предела совершенства. Нужно всегда стремиться к большему, чтобы у вас было лучше, больше. И ни в коем случае нельзя этого стесняться. Потому что есть люди, опять-таки, ставят себе блоки, блоки, да, вот, страхи, когда стесняются чего-то, когда боятся чего-то. Вот, например, вот, стыдно быть богатым, да, вот, потому что, вот, что же скажут люди, да, вдруг там что-то подумают не так. Поверьте, если вы с такими умышлениями, вы никогда не достигнете, вот, именно богатства. Никогда. Да, да, может быть, будет какое-то улучшение где-то временно, если вы там что-то поделаете. Но когда вы постоянно думаете о том, что это плохо, поверьте, вы никогда не достигнете успеха в этой сфере. Поэтому обязательно нужно всегда, именно осмысленно, да, осознанно подходить к тому, что вы делаете, что вы говорите, какие слова вы выпускаете в пространство, да, даже мысли, которые вы думаете. То есть все это складывается в ваш карман, да, вот, в вашу карму. То есть мы уже, у нас такая тема пошла, да, вот, много всего охватываем, но это действительно очень важно и все взаимосвязано. Есть еще такой момент, как, тоже, кстати, да, может лечь как самопорчей, и часто задают вопрос, вот у меня там не сработал ритуал, вот, у меня там где-то то-то, 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 ну, в концовке начинает выясняться. Вот есть такие люди, ну, назовем их халявщики, да, которые любят где-то что-то урвать подешевле, где-то попросить какую-то скидку и так далее и тому подобное. В магии, вот, запомните, вот, я не знаю, раз и навсегда, вот, запишите себе на лбу, чтобы вы это видели. В магии это неприемлемо. Нельзя, как бы, вот, в этом, да, вот, по отношению к силам выискивать какую-то вот такую выгоду. Ну, за это вас накажут. Мало того, что вам ничего не дадут, да, действительно ничего не сработает, но еще и могут наказать. Поэтому, когда, да, одно дело, когда вы, скажем так, ну, натыкаетесь, да, на какую-то акцию, да, например, вот Алена Полыневич часто дарит такие подарки, когда вот какие-то события происходят, да, например, День рождения империи, да, или какая-то годовщина с открытием, может быть, там, магазина или еще чего-то. И Алена Полын делает подарки. Это подарки, опять-таки, это благодарение силы, делаются подарки вам. И вы приобретаете, например, ритуалы или вебинары уже по стоимости немножечко меньше. Но, когда вы, а что у вас есть подешевле? А какая будет скидка? А вот если я закажу вместе, там, с мужем или с детьми, дайте мне дешевле. Или вот у меня нет денег, сделайте мне бесплатно. Это вообще неприемлемо. Вот это нужно вот очень сильно понимать. Вот такие вот, даже мысли нельзя такие допускать. Как только, или до когда, например, вам дают поддел, что нужно что-то сделать, да, нужно что-то приобрести, чтобы провести какой-то ритуал. Ну, я не знаю, что угодно это может быть, не знаю, свечи, нож, не знаю, покрывало, вот алтарь, да, вот что-то на алтарь поставить нужно, да, например, при проведении что-то. Опять-таки, те же помощники. Вы начинаете выискивать подешевле. Вам вот сказали, вот вам нужно приобрести, например, вот такой, 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 да, вот вы это увидели. Ага, увидели, давай в интернете пороюсь, поищу, где есть дешевле. Или вот, нет, я не пойду в этот магазин, потому что там где-то, я видела, там вот, грубо говоря, там на 20 рублей дешевле, пойду туда. Вот это делать вообще категорически нельзя. С такими мыслями, ну, силы вас на самом деле накажут. Мало того, что ничего не сработает, ну, еще и действительно можно получить за такое по шапке. Поэтому здесь вот нужно, как бы, вот, ну, менять свое мышление. Вы обращаетесь за помощью к силам. И тут же проявляете к ним неуважение. Это все равно, что, вот, например, вы приходите устраиваться на работу, а вам руководитель говорит, ой, ну, вы знаете, ну, вот я же вас еще, как бы, вот, ну, не знаю, да, вот, ну, поработайте бесплатно. А я посмотрю. Ну, к сожалению, такое действительно бывает, да, дают какие-то испытательные сроки, потом говорят, ой, вы нам не подходите, уходите, да. А вот, ну, здесь, в принципе, вот, ваши отношения получаются, да. Вот, вы же уходите на работу, вы хотите получать зарплату, да. Вы же считаете, что вам должны заплатить, потому что вы работали, да. И, как говорите, почему я должен бесплатно работать. А почему вы считаете, что в магии должно быть бесплатно. Если вы не видите эти силы, вы не видите, как работают эти энергии, это не значит, что это не работает. И почему вы считаете, что оплата должна пройти только за ваш труд, а за чей-то другой нет. Опять-таки, да, вот у многих тоже стоит такое понимание, что вот, ой, вам, да, вам же дал такой вот у вас дар, вы должны бесплатно, постойте, вам никто никому ничего не должен. Вы пришли, вы обратились, вы просящий. Какое может быть требование? То есть, вот, здесь тоже нужно вот это обязательно понимать. Если вы этого не понимаете, ну, наверное, вам просто не сюда, да, или вам нужно еще как-то изучить вот эти материалы вообще, что такое магия, чтобы понимать, что это, и как это вообще работает, потому что очень много людей действительно сталкивается с тем, что вот, ну, по вопросам, да, и в письмах, то, что как пишут, просто вот такое ощущение, что человек вот просто откуда-то вот шел, ну, куда-то в магазин, вообще в какой-то другой, да, или там, я не знаю, на прогулку, и тут потом вдруг резко завернул, опа, вот и я, я тут великий маг, великий, вот, могу все, все знаю, все умею, а потом, оказывается, такие вот вопросы задают, знаете, вот иногда, ну, на самом деле, очень много вопросов задается по принципу, ну, вообще-то вопросы форума, да, очень много вопросов можно просто, вот, ну, знаете, как Google в помощь, потому что, вот, вы отвлекаете мастера, вот, ну, на самом деле, ну, как бы это ни случалось, да, ну, может быть, для вас это не глупый вопрос, но банальные такие вопросы, на которые действительно очень много тратится времени, чтобы отвечать, ну, например, часто задают вопрос, вот, ну, что такое агарок, да, вот мы пишем, например, там, после ритуала, там, агарок, если останется, отнесите туда-то, за эту грудь, что такое агарок, что такое маятник, ну, простите, ну, это такие банальные какие-то вещи, вы же можете просто посмотреть это в интернете, ну, задайте вопрос на форуме, вы отвлекаете мастера по таким вещам, которые, ну, не знаю, просто вот, ну, неприемлемы, что ли, наверное, сейчас, потому что с вами работает мастер, он пытается вам помочь, вы задаете такие вот кучу таких вот вопросов, которые, как бы, ответ у вас в самом вопросе очень часто, вы даже не думаете о том, или даже не читаете то, что вам пишут, очень часто такое происходит, что вот мы вам полностью описываем все, да, даем какое-то задание, сделайте то-то, 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 отнесите туда-то, туда-то, возьмите такую-то, такую-то свечу, тут в следующем письме спасибо, а какую взять свечу? Ну, прочитайте внимательно то, что вам пишут, вот это вот, опять-таки, это вот отношение, вот это отношение, оно тоже будет влиять на вашу работу, тоже будет на вас влиять, поэтому действительно это очень важно, и нужно обязательно вот это понимать, вот этот момент, да, какое ваше отношение, как вы относитесь к силам и с какой позиции вы приходите к человеку, которого просите помощи, точно так же в этом же отношении и вы получите свой результат, вот это очень важно, вот, я еще хочу тут коснуться, да, у нас уже время подходит к концу, он мне вот так вот уносит, да, в разные стороны, ну, вот смотрите, покажу вам свечи, да, которые можно использовать на очистку, конечно же, свечей очень много программных, почему я подготовила именно программные свечи? Очень часто человек, когда сам что-то делает, да, какие-то ритуалы проводит, он же проводит это на своей силе, да, то есть иногда у него просто банально не хватает сил провести тот или иной ритуал, да, чтобы получить именно результат, поэтому я говорю, да, чтобы снять порчу, ее нужно уметь снимать, не только, да, допустим, вы где-то что-то прочитали, как снять порчу, все, я великий мах, я могу, я все быстренько сделаю, вот все, от всего избавлюсь, у вас просто банально может не хватить на это сил, поэтому вы обращаетесь к мастеру, помочь вам могут в вашей работе программные свечи, почему свеча помогает? На самом деле здесь заложена очень большая сила, свеча, она работает на силе мастера, который ее делал, делается свеча с определенными заклинаниями, да, программа, которая в нее закладывается при ее изготовлении, дальше дается для активации ритуал, и когда уже вы зажигаете такую свечу, читаете слова заклинания, которые прилагаются к этой свече, вы выпускаете ту программу, которая там заложена, да, которая была в этой свече, и, соответственно, вы свою силу уже так не растрачиваете, то есть вы сохраняете еще свою силу, что происходит? Ритуал, который вы делали, он у вас уже будет усилен еще силой мастера, которая была заложена в этой свече, вот, ну вот такая вот свеча, мне она тоже очень нравится, эти звезды, это вот откат вражинам, ну у всех есть враги, даже многие, кто говорят, что ой, врагов у меня нет, я никому ничего не делаю, мне, соответственно, тоже никто ничего не делает, поверьте, люди своей добротой не отличаются, к сожалению, поэтому враги есть практически у всех, может быть, у кого-то не такие злые, но, тем не менее, они, к сожалению, присутствуют. Так, давайте сейчас еще немножечко по вопросам пройдемся, сколько успею. Так, я перестала болеть после крошения, да и семья моя, те, что всегда рядом, тоже перестали болеть, вот шикарно, просто, отлично. Так, у меня почему-то кошка постоянно сбрасывает с полки моего помощника, лунную сущь, почему не пойму, но что-то, какое-то, что-то ей не нравится, там, в этой вашей помощнице, может быть, а может быть, просто играют, ну, здесь нужно посмотреть, вы по ощущениям поработаете, спросите свою сущь, да, она же вам все равно отвечает каким-то образом, можете попробовать через маятник спросить, или сделать диагностику на картах, да, причину, почему скидывает. Может быть, так, что не нравится, а может быть, наоборот, ну, таким образом взаимодействует. Так, Латвия, Израиль, живые, так, живые коты, они пахнут шерстью от них, прививки делать им, это ответственность за животное, вот защитник статуэтка, это выход. Ну, да, смотрите, статуэтка, это же тоже живое, ну, как бы, статуэтка, понятно, что это статуэтка, но на самом деле, это все живое, это артефакты, это сущие, они духотворены, и это просто, как бы, образ, который вы видите, ну, как бы, глазами, да, но вы можете видеть еще и внутреннюю сущь, которая там сидит, и взаимодействовать, и общаться именно с ней, то есть, это не просто, как бы, да, понятно, что прививки, да, вы не будете делать, там, стерилизацию, или, там, болезни, которые, да, вот, именно у животных присутствуют, которые домашние, это действительно, ну, как бы, немножко выход, но, тем не менее, все равно, сущие, сущие, духи, да, помощники, это одно, а живые, именно живые животные, да, которые, это немножечко другое все-таки. Так, у матери умер кот, когда мы с мужем уехали за границу работать. Что-то кот перетащил на себя, чтобы у вас получилось все хорошо. Так, у меня вопрос по котятам. Если, поделись, а, родились, наверное, 6 мая, и двое из трое пропали, могли ли они взять негатив на себя, да, могли? В течение которого периода после проведения ритуала по снятию порчи и родовухи идет восстановление, при условии, что пройдено крошение. Ну, смотрите, что касается, ну, абсолютно любого ритуала, все очень индивидуально. Любой ритуал раскручивается от двух недель до двух месяцев. На это влияет очень много факторов. Насколько давно была поставлена программа, насколько сильно вы продолжаете работать, что вы делаете дополнительно, да, работаете ли вы со свечами, да, например, вот свеча это на чистку квартиры, да, вот потому что свое жилье тоже нужно обязательно чистить. Или вот чистка рода, да, когда вы дополнительно еще делаете, кроме того, что вам дают какие-то задания, вы еще дополнительно что-то работаете, какие-то проводите ритуалы, дополнительно, да, опять-таки со свечами, читаете молитвы, проводите какие-то славления, обязательно благодарность силам, да, вы какую-то должны проявлять, то есть что-то делать, да, для сил, и тогда вам будут они отвечать еще больше. Поэтому не могу сказать, это очень индивидуально и рассматривается с каждым человеком. Поэтому мы всегда говорим, что после того, как вы проводите, особенно когда серьезные ритуалы или комплексы какие-то, через два месяца обязательно нужно проходить повторную консультацию. Это не просто прихоть, что вот мне так захотелось, или вот захотелось, Алене Полы, да, чтобы вот там вы приходили на консультацию, да, это для вас, это делается для вас, чтобы вы понимали, разбирается работа, которая была проведена, и вот как раз смотрится, что и как было, как прошли ритуалы, как хорошо и быстро все прошло, а может быть стоит еще что-то дотянуть, да, что-то усилить, какую-то работу провести. Вот это как раз разбивается нам повторной консультацией. Так, ну, у кого-то есть, нет, но, к сожалению, это интернет. Так, ну вот, вопросов, конечно, очень много сейчас. Если я снимаю себя родовуху, то дочери ее снимать уже не надо. Ей только, да, дочери нужна будет только чистка, но хуже не будет, если вы из дочери тоже снимете родовуху, хуже от этого не будет, но можно провести просто чистку, но желательно сделать, допустим, все равно диагностику, посмотреть, какое влияние дальше уже, да, оказывает, и что именно, как бы на дочь, но дочь все равно должна взаимодействовать с родом, проводить некие ритуалы, которые помогут усилить род, и будет только лучше. Вот, вопросов я вижу очень много, я просто не успеваю уже все посмотреть, время у нас заканчивается, поэтому, если на какие-то вопросы я не ответила, мы видео сохраним, обязательно постараемся, да, будет опубликовано оно и на странице в Инстаграме, и на Ютубе в парапсихологическом центре, и ВКонтакте. Задавайте вопросы туда, задавайте вопросы на форуме, на них обязательно ответим, и ничто не останется без ответа. Всего доброго, увидимся. Продолжение следует...